В 16-летнем возрасте Степан Сафонов добровольно пошел на фронт. Воевал в танковой армии. Победу встретил в Восточной Пруссии. Вспоминать о тех временах нелегко, но встреча со служивцами и слова благодарности вызвали у ветерана искреннюю радость. Разрешите выразить вот такую благодарность, такую сегодняшнему мероприятию, посвященному Дню Советской Армии. Очень приятно сегодня встретиться с товарищами на таком мероприятии. И оно вспоминает о прошлом, которое мы перенесли и пережили на своих плечах. Глава администрации Ленинского района Гродно Иван Курман в преддверии Дня Защитника Отечества устроил торжественный прием для ветеранов Великой Отечественной войны, офицеров запаса и действующих офицеров Вооруженных сил Республики Беларусь. Для них была организована экскурсия по музею «Беларусь, непокоренная 10-й гимназией Гродно». Ветераны еще раз смогли окунуться в свои военные воспоминания. Такие мероприятия в год, это уже будет 97-летие Вооруженных сил, и в преддверии 70-летия Великой Победы, которая у нас будет 9 мая, очень важны, нужны, они хорошо придают импульс военно-патриотической направленности, ну и, конечно же, боеготовности и способности Вооруженных сил по защите нашего Отечества. Четыре ветерана Великой Отечественной войны награждены юбилейными медалями в честь 70-летия Победы. Слова благодарности за подвиги и за отвоеванный мир для будущих поколений звучали в преддверии праздника особенно торжественно. «Хочу поздравить всех защитников Отечества, всех уважаемых ветеранов, всех настоящих мужчин с этим замечательным праздником. Пожелать всем крепкого здоровья, удачи, всего самого-самого хорошего». На торжественный прием к Ивану Курману были приглашены не только ветераны, люди, благодаря которым у нас над головами мирное небо, но и те, кто оберегает его сейчас, в 21-м веке. Заслуги защитников нашего Отечества оцениваются по достоинству. Вероника Цыганок, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.